Как Паунс. Логично. Наверное. Но игра же нереалистичная. Вообще нереалистичная, да. Вот если бы на меня тигр упал, я бы точно застанялся. Скорее всего, я бы просто умер. Если бы игра была реалистичная, то эпицентр Сент-Кинга не наносил бы дэмэдж летающим юнитам. Почему он наносит дэмэдж вайперу? Ну подожди, если рядом есть какие-то деревья, строения, они могут падать на него и все равно какую-то дэмэдж наносить. Это же землетрясение, оно все разрушает. Могут осколки, горы и всяких пород, камни лететь от таких сильных толчков. То есть это же может быть такой мощный эпицентр. Так что можно как-то подвязать, что он урон наносит. Другое дело, почему летающие юниты не попадают с лоу-граунда? Они же могут подняться повыше и стрелять. Не, ну тут лоу-граунд просто слишком высокий. Они низко летают. Тогда милишные герои должны карабкаться на него минуты две, например. Логично. Ты должен так медленно заходить, типа в гору. Блотикер у нас. Хорошо, что не мы с тобой делаем доту. Согласен. Мы бы какую-то фигню сделали. Я бы просто все на донат. Я бы все на донате сделал. Все на донате было бы. Сапог за деньги. Согласен, согласен. То есть нет, ты его можешь нафармить, но можешь типа задонатить на него. Понятное дело. Но грыдануть его можно только с донатом. Только за донатом. Нет, не надо. Мы бы просто делали игру чуть-чуть проще. То есть ты можешь пойти бить крипов за 400 голды купить. Или можешь на первом левеле просто за 4 цента купить сапог. Удобно? Гем можно купить за реальные бабки. Все просто донатятся. Типа никто не фармит. Так это круто. На самом деле ускоряло бы процесс игры. Чтобы нельзя было просто купить там тараску за донат. Чтобы там тапок можно купить было за донат. Варды, например. Ну немного, но чуть-чуть. В смысле? Тогда ты выиграл инт, ты топовый сапог. Мы бы брали не количеством бабла, а количеством предметов. То есть чтобы не все можно было. Дополнительный слот можно купить. Да, да, например. Но это как премиум небольшой. Да, вот типа того что-то. Ой, сделаем когда-то свою доту. Возможность перекачать таланты за бабло. А? Как в линейке можно было. Слушай, если ГБ нас сейчас слушает. Или в Вове, или где-то можно было перекачаться. Не, в линейке не было талант. Ну в Вове можно было за бабки перекачаться. Но там за обычную валюту. Но у нас необычная дота была. У нас необычная дота, да. И валюта необычная. Слушай, гирокоптер понравился. И ЛТВ. Кстати, они тут решили так здорово комбинить. Весь расчет идет на хроносферу фейслисвойда. То есть калдаун туда, бладрайт, ультаппарата. Смотри, бросаешь. Рапчер. Не, бросаешь Хоминг Миссел. И туда Рапчер вдогонку просто. И Хоминг Миссел в любом случае долетает. Если ты от нее убегаешь. Под раптурой. ГГ. Блин, да. Это вообще комбобо-бобо. Так это просто симфония в скиллз какой-то. Симфония в скиллз. На самом деле классный пик. Вот спиритов. Но на этот раз... Ну меня все равно очень смущает. Это Виномансер. Я надеюсь, что это Виномансер для Гостика, если честно. Сейчас они не будут брать героя в оффлейн. Это будет Виномансер для Гостика. Сейчас они выберут для Чапи какого-то персонажа такого. Например, Фантом Ассасин. И пойдут бить. Нет, Фантомку я бы здесь не брал. Чего? Она блинками перемещается. Ее раптурой очень просто законтрить. Ты вешаешь ей раптурой, она стоит на месте. А если она стоит на месте, она не наносит урона. Не-не-не-не. Не нужно здесь Фантомки. А вот что взять? На керри героя против Бладсикера и Геракоптера. Тарак Варден бери и выигрывай в доту. Ты хоть раз играл на этом герое? Я да. И так тебе? Один раз я проиграл. Сложно? Сложно. Вот. Не описуемо сложно. Если на ней Блэк выигрывает, то значит и Эмпайр могут. Акс. Пока мне непонятен немного здесь Акс. Что это за битбокс? Мне не нравится Пик Империи. Мне нравился до Акса, а сейчас мне не нравится. Мне не нравится, потому что Чапи опять на керри веномансере. Ну, точнее, это керри больше Патма, а веномансер, наверное, такой, должен быть мидером, по сути, который должен стоять против Айсберга. И нет, 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 я не вот. Каждый раз, когда мы говорим, что нам Пик не нравится, он выигрывает. Да, он выигрывает, но мне реально сейчас не нравится Пик Импайр. Почему? Не каждый раз. Вчера вот мы сказали про Na'Vi, то, что они проиграют. Мы вообще вчера аналитику дали, прям как боги. Оказались правы впервые в жизни. Нет, с Virtus.pro мы тоже оказались правы. Два раза за день, а это уже никакая не случайность, это жесткая закономерность получается, когда ты два раза прав, хотя бы из пяти. Ну и Мипошка в смоке, тут же стоять ворды, в своем Никсе. Ну, я знаю то, что у Мипошки есть другие хорошие герои. Их очень много. Их очень много, но сейчас он почему-то так жестко засел на Никса. Ну, нравится ему этот персонаж, чего нет. Продолжает FNG спамить, что новая мета. Где новая эра? Должен быть. New Era в чате, да? Да. Посмотрим, посмотрим. Да, FNG бегает здесь, в своем лесочке. Рядом с ним там бегал его тиммейт. Никто не пойдет, я думаю, драться за баунтироны. Постоят. Чапи будет в легкой. Что это такое? Мне там показывают, раньше это был просто динозавр, сейчас это какой-то гиппогриф, я так понимаю, с хвостом. И у него еще над головой целый портал какой-то светится. Это что-то непонятно. Это из другой игры, из игры про рыжую бабу на PlayStation. Horizon Zero Dawn. Там вот такие интересные персонажи, можно в лесу поймать и приручить. Рыжая баба из PlayStation. Хорошее описание игры. Я бы прям... Не, игра очень классная, я бы тебе очень рекомендовал в нее поиграть. Мепошка погибает. Подкоп хороший, но это фердлад для бивера. План гора в исполнении Team Spirit. А куда он пошел? Без вижена, без всего. Я думаю, у него там был вижен, видишь? Если бы у него там был вижен, он бы там не умр. Да, но он непонятно, куда пошел, если честно. Блин, Мепошка. Ярослав, раздуплитесь. Остановитесь. Да, нельзя так ошибаться. 1-0. Spirit начинают. За здравие. Посмотрим, как будет дальше. В миде бивер будет помогать. Тут уже покатился ФНГ. Неприятная ФН. У ФНа нет вкаченного липа. Да, у него аров вкаченный. Могли здесь попробовать его, в принципе, забрать. Приходится тратить фласку моментально еще на первой минуте. Та самая легендарная трипла в миде. Да. Классная штука. Уже жду ярых подколок от Твиттера Империи. В адрес Team Spirit, МЛА, Триплэй. Триплэй в мид пришли, ясно. Ну, по-другому не умеете, да? Ну, а на самом деле на других линиях стоят ребята, которым особо-то помощи не нужна. И, ну, они-то один на один там стоят. Так что, ну, действительно, Гирокоптеру, ой, не Гирокоптеру, а Air Spirit и Апаришину делать-то нечего. Вот стой в миде, помогай Айсбергу. Ну, есть, конечно, один минус в том, что у Айсберга экспириенса не будет. Это Влад Сикер. Он всегда может уйти в лес на некоторое время и набрать там. Я думаю, он этим и займется в какой-то момент. Постреливает здесь по Атма. У Айсберга все в порядке с хитпоинтами. Его харасят, но толку в этом нет. Он из одного крипа все себе восстанавливает. 7-3 у него по крипам против 4-0 у Патмы. Ну, что, Апаришин, он же Акса там убивает, кстати, на нижней линии. Ну, не убивает, а бьет его просто. Там Патму у нас бьют. Всех бьют на карте. Остановите эти беспорядки, господа игроки. Нет, так веселее. Все нормально. Хороший экшен и в миде. Хороший экшен на нижней линии. Они сразу намекнули Гостику, что, братан, тебе так легко фармить, как в прошлой карте, не дадут. Тебе все равно придется уходить в леса. На линии ты не постоишь против гирокоптера. Гостик, наверное, поздно будет вынужден уйти в эти леса, если придет еще один-два раза Энштопаришин. Ну, вот Войт. Тоже пока 2-0. Чапи не подпускает. Он здесь будет получать экспириенс. Ну, самое главное, да. Самое главное — хроносфера. Это оффлайновый Войт. Мы прекрасно понимаем. Ванскор вряд ли что-то ему сделает вместе с Чапи. В какой-то момент и могут через Глимс попробовать убить. То есть развести на таймволк, вернуть его, отравить Гелем. И у Войта до седьмого уровня КД там долгое. Так что рискует он там погибнуть. Но это еще не скоро будет. Ну, и Айсберг продолжает стоять. Не получается его вообще здесь расхарастить или как-то прогнать. Он просто бьет крипов. Можно было сейчас подкопать. Ну, уже и хелпа ему особо не нужна. Разве что понападать, поубивать. Так, я думаю, его уже не убить. 17-6. Великолепный просто крипстат. Вот этот триплав миги сработал хорошо. Гостик. Надо сделать отвод. Никто ему этого не позволит реализовать. Получал плотно. Ну, вот гоняет. Не буду глимс. То, о чем я говорил. Таймволк в КД. Сейчас попытается добраться, купить себе телепорт и сделать его. Кастует ТП. Хватит ли дэмэджа? По-моему, хватает. Последняя тычка. Труп уже на базе. Да, труп на базе остался лежать. Вот такой вот хороший фраг сделали здесь. В принципе, проблемы могут быть. Мипошка. Булыжник по ФН. Булыжник должен был быть в Мипошку, но не попался. ФНГ вот стрелу он поймал. Его могут сейчас добить. И мисс пройдет. Мисс, мисс, мисс. Да ладно. Он Смоук юзнул слишком поздно. Да. Чуть-чуть раньше юзнуть без Смоук. И все было бы нормально. Но вовремя ФНГ не среагировал на это. Он так же, как и я, рассчитывал на то, что пройдет мисс. Ну, это... Надо свечек слишком много наставить, чтобы такие миссы проходили. ФН снова мимо. Со злости, Су-3, да. К ФН. Ну, там лип. ФНГ тут психанул, по-моему, прилетел и сразу... Да ну надо же мстить за... За нанесенные увечья, скажем так. Поцарапал тигра. Ну да, поцарапал тигра чуть-чуть. Говорит, все. Больше ты камнем в него бросил. Ой-ой-ой. ЛТВ за счастье ему здесь стоять. Тут просто забей. Он не зафармит все это дело. Там же сатир. Да, вот Мипошка сейчас может погибнуть. Он замерз. А нечем добивать, нечем добивать. А куда пошел ФНГ? Почему на хайграунд? Почему на хайграунд, а не вниз? Манда у него не хватает на то, чтобы эскейпнуться. Разница в мувспиде есть. Покатился подальше. Врезался здесь в мипошку и погибает. А здесь еще и айсберг. Мувспид у него, конечно, хороший, но... Добьет ли он здесь ФНа? Ну, ФН проседает очень сильно. Слушай, есть лип. На хайграунд запрыгнул. Не поймать. Веселая игра поначалу. Такая бардачная по всем линиям. Везде пытается драться. Слушай, я смотрю тут на трекдоту. У меня с киснатиками уже 70-ая минута игры. Красота. Четвертая карта. Это он комментирует. Мила с ластом комментирует. Да, и большим здоровьем. Самое главное, что в Азии уже полтретьего ночи. Вот это вот весело. Ой-ой-ой. И проблему войдет. Что тут глимс? Вот он глимс. И бить. И бить его опять тп-аут будет делать. И теперь хватит здоровья. Надо на него нападать после того, как ты его немножечко раскарасил. Так будет немножечко попроще, наверное, убивать. Айсберг. Айсберг будет ли подкоп? Подкоп мимо, айсберг бежать отсюда. Да, может быть, в лес сходить подрегиниться немного? Что-то сейчас... Тут стремно стоит. Хотя крипы подходят на фиграунда. Да, крипы подходят, все нормально. Этих двух крипов полностью хватит, чтобы стать почти фуловым. Так что все прекрасно понимает. Айсберг, как надо играть, знает. И чувствует этого героя. 3-1, пока пользуя империей по фрагам. Пивер продолжает делать здесь стаки. И не получится на этот раз. Получилось. Получилось. Кстати, очень много. И надо через калдаун это все забирать. Ну, заберет, заберет кирокоптер. Может быть, даже не сейчас. Сейчас флэк надо апнуть в разок. И, наверное, через калдаун пойти забрать все это дело. Либо запулить туда бачку крипов, чтобы они потанковали немножечко. Я думаю, там так быстро заберет этих крипов. Главное, гостику отсюда не отдать. Начали морозить. Калдаун. Пошел. Пошел Берридж. Но гостик отсюда уходит. Крипов забрали, конечно. Но этого мало. Пратили калдаун. И в итоге ты не зафармишься сейчас стак. Или все-таки пойдут пытаться его фармить, этот самый стак. Ну, не хватит сейчас ресурсов. Сатир регенит всех. Надо убивать очень быстро. Да, кстати. У них тут такая пати нормальная. Армор, там реген. Там что-нибудь кентавров не хватает на то, чтобы они давали защитку от магического урона. Вообще будет здорово. Такая непробиваемая пати. Так, Чапи 6-й уже. Ванскор 4-й на линиях. Вот тут на этот раз мы видим у Империи намного все лучше. У Веномансера великолепный просто крипстат. Да, у Айсберга в миде, конечно, просто бомба. 56 на 24. Шикарно стоит Богдан. И отстает чуть ли не в два раза ФН. По денежкам видим уже на 1000 голды. Кстати, киллдаун откатился. Можно пойти. Еще одного стака, наверное, здесь уже не получится. И он там соух руки поднял. Походу не помещается уже на этой жилой площади. Приходится как-то тесниться там. ФН, Старшторм. Айсберг не переживает по этому поводу. Он все равно сейчас будет фулловым. Так, что у нас по крипам? 3.700 по нетворцу у Младсикера и 2.700 в Патме. Снова улетает отсюда Войт и он при этом выживет. Да, очередная попытка его убить. Неуспешная. Гостик шестой уже взял. Вот седьмой взял ИЛТВ. Сейчас должен флэк прокачаться в троечку. А нет, он уже потратил флэк. Ну ничего страшного. Не хочет это зафармить. Сюда просто пачки крипов убиваются. Еще бы эту сейчас сюда отвезти, но нет. Не получается. Там рейнджовый крип решил... Самый живучий. Потанковать. Гостика разминает. Пошел агр. Подвышка. Продолжение сходит и будет. Гостик сейчас просто же здесь погибнет. Почему он согрел и решил остаться? Очень странный мув. Как по мне, надо было поджечь и бежать просто. Ну, это решение Гостиком. Гирокоптера подкормили. Так, тут очередной отвод. Крипы вообще, по-моему, не должны приходить. Подвышку. Ну, айсберг. Вид мипошку. Ну, мипошки что сделать не выйдет. Он отойдет подвышку, встанет, нажмет карапаса и будет жить. Скоро должен быть выход от айсберга на карту. Сейчас появится с нее Мидос на девятой минуте. Хороший тайминг. Ага, забирают все-таки крипов. Подкачали здесь ФНГ. Подкачали Ancient Operation. Шестого, правда, нет, но... К десятой-то минуте пора бы уже. Наверное, купит книжечку и на десятой и будет. Гостик сбирает баунтеру. Но ФН... Грыжные стики. Кто пошел там стрелу давать? ФН действительно сложный старт игры. Проигрывает он у того же своего оппонента по линии больше там тысячи. И это очень-очень неприятно. Нужно где-то искать варианты для фарма. Ну, кроме леса ничего в голову, конечно, не приходит. Какие-то здания забирать сейчас. Сейчас могут выйти. Team Spirit. Появляется хроносфера. Есть раптура. Есть кулдаун. То есть, если собраться на какой-то линии, то одного или двух героев забрать можно вражеских. Да, но на топе проблемы есть небольшая. Это один уже пало. И к войду не особо интересно выходить. Да, но войд зато получает возможность пофармить. Потому что идти дальше страшно. Есть шрайн. Кто-то может через ТП присоединиться к войду и сделать заветный фраг. Тут ЛТВ байтит на руну Регина. И получится. Вонскор. Есть шестой уровень. Должен ставить статик шторм. Статик шторм. Не успел закрыть филд. И должен быть кулдаун на ход. Но добьют ли? Вонскор выживет. Вонскор выживет. И бежать отсюда. Мипошки тоже бежать. Быстрее встреча. Ну, не побежит. Не побежит, потому что все-таки слишком далеко. Ракетка нужна в единичку. Тогда бы сейчас не было проблем. Фнатики таки выиграли игру. Минески перевели выяснение отношений на пятую карту. Это, конечно, лютая жесть. У нас с тобой еще Бестуфь 5 впереди. Да, да, да. Но там в Азии мы понимаем, что у нас уже темная ночь. А в Азии сейчас только пятая карта будет начинаться. В три часа ночи в битве за минор. Это, конечно, жесть просто. Ну, что поделать. Это к тому же, что фнатики сегодня играют уже вторую серию. И они сегодня в финал Лузеров играли такой же матч, как здесь. А потом играли Бестуф 5. Ну, у нас вполне тоже все может закончиться в три часа ночи. Да. Легко. И знали это организаторы изначально. В расписании даже у нас стоит там. Начало 21.00, конец в 2.00. Так что были к этому готовы и команды, и... Ну, команда-то не факт, что к этому готова. Выбора просто нет. Ну, да, да, да. Тебе говорят, играешь во столько и до стольки. Бунтовать ты не можешь, потому что не хочешь играть, не играй. Вместо тебя кто-то другой поедет. Это без вариантов, конечно. Никто никого не заставляет. Сейчас такая система, что уговаривать команды играть нет смысла. Ставится Вортекс, Чапи, ставится Варт, ЛТВ видят. Но вырваться в него не хочется, будет ли... Да, тут ФНГ закатился. Но здесь почти в полном составе ребята из Team Spirit. Опять формят отводы. Айсберг уже 10 в уровне. Хороший у него так спит за счет Мидасика. И, как мы видим, уже 6 лишним тысяч нетворца. Да, и не стоит звать про хроносферу Ultimate Intention Deporation. Если вдруг вы подставляетесь... Бладрайта, правда, пока нет. Нужно еще хотя бы левелочек апнуть Сикеру. Заканчивается хроносфера, как раз включается Бладрайт. В итоге на всех сайлансах никто ничего сделать не может. Хорошо тут обходит сейчас Фойт, конечно. Прям очень круто обходит. Он может купол сейчас поставить в троих, наверное, если получится. Мипошка, Войт, Войт. Какой сейчас может быть купол? Войт, 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 ждет. Войт, отличный купол по троим. Купол залетает от аппарата. Чапи ничего не сделал. Мипошка прежде ему живет. Может быть, Фейслес Войда хотя бы убьют. Ну, да, Фейслес Войда убьют. Но размен 3 в 2. Но при этом забрали Акса, забрали Виномансера. А тут ребята потеряли Войт, Айр Спирита. Айр Спирит такая хорошая разменная монета. У него мало нетворса. Его не жалко отдавать. Барабаны сейчас уже будут готовы у ЛТВ. И самое главное то, что продолжает набирать Бладсикер. У которого все очень хорошо. Мипошка получила 6 уровень. Тут же прожимает Виндетту. Сейчас попытается кого-то поймать и убить. Вместе с Подмой. Да, если подкопать рядом не будет крипов, то тут же залетает стрела. И, в принципе, даже Геррокоптер может погибнуть. Вот он выходит. Тычка. Ароу. Ну, заберут через Старшторм. Две звезды. Да, ЛТВ здесь погибает. Хороший выход. Хороший фраг. Опять-таки не ожидал сейчас ЛТВ, что нападут на него. Но мы видим, получилось все очень хорошо у Империи. Тут какие-то интересные перемещения от ФНГшки. ФНГ. Ван Скоро так хотят забрать в наглую Бивер. Можно поставить Вортекс. Побежал Варт ставить пока Бивер на линию. Главное сейчас Ван Скоро не запалится. Если он запалится, его, я думаю, прям за вышкой заберут. Без всяких проблем. Пытался раздевардить, немножко не угадал. Там ультаппараты летят на бот. Там вышку уже забрать успели. Вот он, Ван Скоро. Вообще бесстрашный. Знает, что он здесь. Но мне кажется, если будут идти на Ван Скоро, то могут быть этапа. Тут 4, да. Это на другую. Пятый бежит уже. На хосте до ЛТВ сюда смещается. Фолдаун есть. Айсберг подформил леса уже. Вторая раунд, которая имеется. Но он не знает, что там стоит Ван Скоро. Там со спины еще кто-то пытается подкрасться. Ван Скоро. Хороший булыжник. И можно затыкать его с Айлансом. Запрыгнуть сюда Войт. И Ван Скоро здесь погибнет. Да, и драку теперь начинать здесь неинтересно. Вот бегает там Мепошка в инвизе. Но защитить вышку он точно не сможет. А вот Курьера сбить можно попытаться. Оп, минус Курьер. Отлично сыграно. В нем, правда, только свиток ТП был. Но это неважно. Денежку заработал. Ну, максимум из этой ситуации, конечно, Мепошка выцепил. Он сюда бежал. Он не успевал в любом случае перетянуться. И помочь как-то Ван Скоро. Но сделал то, что мог. Полный максимум. Сакрат готов у Блотсикера. Пятнадцатая минута. Чуть-чуть еще пофармите. Будет сам Рейдианс. Хороший выбор здесь. Миссы от Патмы. Это важно. Чапи с Вейллой в Дискорде. На этот раз у него все получше. И прожимается в Мунлай. Сейчас попытаются найти кого-то. На вражеском Шрайне драться неинтересно. Но здесь стоит Вартвин на Мансеру. Они понимают, что прямо на Шрайне никого нет. А кого-то поймать сейчас вне Шрайна будет очень круто. Войт находит его. Агар не дотянулся. Подкоп. Глим все потрачено. Надо ставить статик шторм, чтобы заслевить. Как-то ФНГ закатился в статик шторм. Пошел в калдаун. Неплохой ЛТВ. Нужно расстреливать. Пошел ультаппарат. Чапи задевает его ультимейтом аппарата. Должен расстреливать здесь ЛТВ. Что Чапи отпустит просто. Но боятся, боятся. Тут очень много людей. Абсолютно все живые перцы. Поймали Айсберга. Айсберг закрыли его. Ну и надо как-то его бить. Не совсем видно. Вот так вот. Хвостик с Агрилл тянет на себя. Сайланс на гостике. Интересные битвы. У нас Айсберг. Айсберг погибнет. Его отравили. И умирают. Неприятная смерть. Потому что не за горами был Радианс. Курьера убили. И сами не отдались вдвоем втроем. Да, хорошо подловили. Тут ФНГ, наверное, совершил ошибку. То, что закатился в статик шторм. Ну и Войт, мне кажется, должен был моментально делать таймволк. После того, как промахнулся Акс Акром по нему. И после этого его бы, наверное, уже не зацепили. Сомневаюсь, что там был Вижен у Дизраптора. Могли, конечно, поставить сразу на ход ему Вард Виномансера. Увидеть его и убить. Но сейчас должна быть ответочка от Team Spirit. Есть Хроносфера. Есть Ультимейты. Можно подраться. Ну, Катс Империя хорошо считает все. Прекрасно понимает, что сейчас нужно быть поосторожнее. Драку они провели хорошую. Заработали немножечко преимущества себе. Визион скор. Нужно побольше видеть. Видеть на ней так, кстати, достаточно. У них у Империи, смотри, какие два агрессивных классных варда стоят на месте файта. И вот здесь. То есть видят все имперцы. Видят конкретно, кто где бегает. Варды найти сложно. Раздевардить их тоже сложно. Поэтому информации, конечно, супер много у них. Ее еще надо реализовывать. Сентрик, но не угадывают опять-таки сентрой спириты. Фэн пытается брать линку. Линка хороший выбор против Раптуры. Но это все можно какой-то ракеткой там сбивать. Хотя ракетка пока долетит. Все. Слишком долго. Формит. До линки еще долго. Ванскуар. Илтв в наглую спушивает крипов. Хотя так Т1 забрать. Т1 практически фуловая. И с аквилкой, конечно, пуш уверенный у Тим Спирит. Ванскуар. В инвизи можно глимсануть и поставить статик шторм. Пошел глимс. Будет ли ТП какой-то сюда? Илтв. Вейл оф дискорд. Надо попадать гелем Чапи. Не попал. Булыжник тоже мимо. Подкопали здесь ФНГ. Запрыгивает войс. Стоит хроносферу. Попадает только на мипошку. Мипошку должны забирать через тимпэт аппарата. Небольшая проблема. Он еще какой-то карапейс может, может быть, даже нажать. Смотри, он еще втанковал. Да, ну ладно, умрет, но... Ой, ошибочка, ошибочка. Это минус 3 от империи. Даже минус 4, скорее всего. Войд отпрыгнул. Попадка сделать ТП. Будет ли агро такси, глимс назад. Вот сейчас сделают еще один тэмбол. Сейчас еще раз прыгать. Больше глимса нет. Но видят, эйджит и добьют. Добивает. Отдался эншентом. В случае минус 3. Минус 3. Один эншентом, ну... В таверне селом сидеть. И забрали только одного никса, в которого потратили абсолютно все. Который, к тому же, до этого там сделал все, что должен был сделать. Кажется, не надо было прыгать после того, как гирокоптера довели до такого состояния. Надо было отступить. Возможно, до Шрайна кого-то отпиться и вернуться в файт уже. Сейчас потратили ультимейт. И реализовать ничего не получилось. Да, по-прежнему Bloodseeker на первом месте. Раптура пошла в Чапи. Хороший ультимейт. Ставится Блудрайт. Хочешь беги, хочешь не беги. Булыжник. Ну и Чапи пока жив. Должен быть, наверное, магнетай. Скелдаун пошел. Чапи должен умирать. Забрали. Кое-как. ФНГ, правда, сам еле живой. Погибает здесь ФНГ. Добивает его все-таки Чапи. В итоге размен один в один. Но Team Spirit в этот килл вложили очень много ресурсов. Продолжает Чапи играть так же, как он делал на второй карте. Супер далеко, супер нагло бежает. Знает он, какие там чудесные есть ультимейты. Те самые комбинушки, о которых мы говорили. Ты беги, не беги, думай сам. Но в итоге все равно залезает слишком далеко и наказывает его за это. Здесь ему так нельзя ошибаться. Здесь мы видим топ по Нетворцу среди своей команды. И от него действительно многое зависит. Не расслабляться. Есть. Рейденс. Может быть, немножко упростит игру для спиритов. Проигрывают они уже достаточно много. Около пяти тысяч. Точно ускорит фарм Блотсикера. И он сейчас еще до каких-то заветных айтемов доберется. Скорее всего, тут это обязательный Блэкинг Бар против Статик Шторма, чтобы можно было выбежать и хоть что-то поделать. Войда Купол скоро, наверное. Может быть, стоит сейчас нажать даже какой-то смок. Попробовать этот Рейденс реализовать в масс-файте. Тем более уже Ладрайт хорошего уровня. Там дэмэдж очень много будет от Сикера в файте, если получится поставить нормальную хроносферу. Пока их не было по одному. Вот запрыгивает Войт. Мипошка. На прежнем утяжелие сконтролирует Эмпайр. И это очень важно. Вот нападает сдалека вот так. А ультимейтом его накрыть вот так вот. Агр-Акс. Ну и ты слушай, размен-то будет. Не будет размена, Войт выживет. Будет выживет. Вол, они тут все что-то умирают. Чапи. Очень много урона сейчас получает Чапи. Пока он под мунлайтом подходит. Айсберг должен его затыкивать. Есть ультимейт Виномансер. Надо бежать отсюда Айсберг. Моментально кастует ТП. Хорошая хроносфера по двоим. Подходит сюда ЛТВ. Будет ли Берридж. С Берриджа Мипошку можно будет рассыпать. Ванскор погибает. И Мипошка еле живой. Может уйти, а может у не уйти. Крапаса закончится. Пытается отдать с големом. Трипл килл. Погибает. Здесь также моментально ЛТВ. А ФН продолжает преследовать Ивайда. Но пока размен 3 в 4. Ну я не знаю, как ему тут Вайда поймать, короче. Сейчас поймает случайно не Вайда там стрелой. Всю драку просто ФН бил, пока остальные умирали. Но пока не хватает у него демиджа с руки для того, чтобы прям всех раскидать. И какой-то странный мув был. Вот это все впихнуть в Вайда и не добить его. Самое страшное оружие сейчас в Империи это Виномансер. Вот сколько он там урона нанес, если можно... Там в каждой драке 4 тысячи, нет, Виномансера? Да, я думаю, 4 плюс тысячи. Потому что там пытались люди сделать телепорт, и урона хватало у Виномансера, чтобы добить Бладсикера. Поэтому ему точно нужен Блэккинг Бар. Под Вейлом там начинает это все насыпать. И сделать ты ничего не можешь. Ну, Сикер по-прежнему первая строчка Нетворса. Не получилось у АФН выбраться после этого файта. Вперед. Да, не за горами БКБ у ЛТВ. Чуть-чуть остается. Ну, его и тоже собирает Блэккинг Бар. Правда, ему еще очень-очень долго. У него только появился МОМ. Сейчас хроносфера была получше. Там, если не ошибаюсь, на кого-то Раптура кинулась. Да, так и есть. Айсберга могут сейчас забрать. Айсберг погибает здесь. Подставился. При этом Гостик выживет. БКБ есть у ЛТВ. Зря такой айсберг, конечно, в соло выбежал. Ну, это такие же фраги, как вот на Чапи, когда мы говорили, когда он слишком далеко заходит и подставляется. Они очень-очень ненужные. Они останавливают тебя, твою команду. Опять-таки, ты все-таки топный творст. Ты много денег даришь своему сопернику. Осторожней надо. Чапи и Алибарду скоро вынесет. Кстати, Алибарда здесь может зарешать, если заткнуть гирокоптера, кто будет дэмэдж с руки носить. Вайдапка ничего нет. Вкатились. ЛТВ с Агридом. У него БКБ есть, не забываем. Он успеет его нажать? Нет, он не успеет его нажать. Фэн упрыгивает отсюда. Фэн Геннему в спиде можно догонять. И просто сейчас зарубить. Дабл килл от Гостика. Ну, это все цепочка. Ой, Ванскор. Ванскор живет. Да ладно, неужели выживет. Ванскор едва-едва живой. Он еще и Агрид на себя, говорит, давай, давай, я здесь. Напади на меня, братан. У тебя же есть хроносфера. Постави мне, пожалуйста, на голову. Нет. Нет? Не ведется? Никак не хочет. Опять имперцы разменивают одного, казалось бы, постоянно умирающего пацана на двух-трех героев. Хороший Агр и еще один минус. Посыпались. Да, посыпались спириты. Старт был очень крутой. Этот Блатсикер, который разгонялся. Вот чем-то напоминает мне Манки Кинга. Есть старт, есть разгон, первая строчка по Нетворцу. А что с ним дальше делать, черт его знает. А что с ним дальше делать, непонятно. Массфайт начинается, он кидает Раптуру. Если герой каким-то чудом стоит на месте, его никто не может зафокусить. Что дальше делает Сикер? А ничего он не может сделать. Он не может нормально нанести демиджи с руки, потому что его начинают просто уничтожать. И в итоге как-то так себе смотрится герой. Но посмотрим. Может быть, что-то еще покажут. 10 секунд Вайда. За 10 секунд, скорее всего, спилит Т2. Там опять кого-то поймали. ФНГ подтащили к хайграунду. Подожгли. Пошла Раптура, чтобы его задефать. Извиняюсь, Владрайт, конечно же. Не Раптура. Но Тавер упал на верхней линии. Это тоже немаловажно. Тут пытались все еще поймать ФНГшку. Отбегает Спирит. Отбегает Спирит. Им надо в пятером. Им надо как-то эту драку организовать. Тут Блиндаггер сейчас будет у Мипошки. Вот он оформил. И есть Блиндаггер. Мипошка может подтянуть с команды. Алибарда тоже купили. График по-прежнему валится. Валится вниз в сторону Империи. Больше 8 тысяч преимущества по Нетворцу. Около 10 по Экспириенсу. Все супер хорошо. На первое место уже даже с неплохим отрывом вышел ФН. Хотя недавно более тысячи. Ой, видно ЛТВ. Видно Войда. Все показывает Мипошка. Просто все показывает. Ну и Майкуйт, давайте его убьем. Я думаю, не стоит его сейчас. Стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит. Все стоит. Бежит сюда Империи. Ой, как хорошо сейчас будет. Спалили Мипошку. Мипошка спрячется. Они понимают, что сейчас сюда бежит вся команда. Они все прекрасно понимают. И Скоропассы застанился ЛТВ. И в двоих можно прыгнуть. Гостик. В одного прыгает. ЛТВ. Успеет ли ЛТВ что-то сделать? Нет. ЛТВ. Успеет. Успеет ЛТВ. Вот она БКБ. Гостик. Должен умирать. Да, Гостика убили. Ванскора тоже должны. Ой, зашел ЛТВ в хроносферу. Сам Ванскор здесь должен, конечно, погибать. Подошел сюда Айсберг. А все. Вот он Айсберг. Вот он топ-1 Нетворца, который ничего сейчас в файте сделать не может. И он просто погибнет, скорее всего, от Старшторма. Да. Минус Айсберг. Но 2 в 2. Более-менее. Ну, более-менее. Но Кора потеряли. Хотя сейчас ФНа можно попытаться забрать. Пошла в него ракетка. Подходит сюда. Войт. ФН застанелся. Баррейт сейчас должен подключаться. ФН пока еще живет. Стики изнул. Боже, он выживет. И стрелять на развороте можно Фейслес Войда. Да, так и но и есть. Мол, не срабатывает стрела в ЛТВ. ФН делает даблкил. Мипошка побежал за Бивером. Бивер без мана и понимает, что ай-яй-яй, вот она моя смерть. Вот она моя смерть, ушка. Мипошка не попадает под копом по стоящему фактически на месте Бивере. Гейлем достали. Бивер выживет. ФНГ покатился. Попадает ни по кому. Слишком далеко ФНГ. Пошел Вейл, и его отсюда, наверное, не отпустят уже. Это беда. ФНГ из трюва... Нет. Скрипа. Давай. Ультра килл сделаю. Нет. Не получится сделать ультра килл. Ну, вот пик Латтикера ничем не оправдан. Согласен. Любой герой, который был бы с Медлоина... Ну, не совсем какашка, но в данном... Какашка. Вот в данном матчапе он сделать ничего не может. Просто тратит Раптуру, а дальше он бегающий 11-12 с 1000 Нетворца и сделал тени. Возможно, с Блэкинг Баром будет чуть получше. Но до Блэкинг Бара еще надо дофармиться. А пока он получит Блэкинг Бар, там у ФНа появятся еще айтемы на дэмэдж. Какие-то диффуза, наверное. В общем, пока не знаю, как камбэчиться здесь ребятам из Team Spirit. Все плохо. Да, герокоптер с БКБ. Сейчас, если бы он не зашел в хроносферу пешком, может быть, и получилось бы что-то. Добил бы еще одного героя с Баррейджа в хроносфере, и дальше могло бы все измениться. Но половину Блэкинг Бара простоял в хрона, и урона не наносил. Хуже и не придумаешь. Ну и ищут имперцы под Мунлайтом. Да, уже все откатилось у Вайда. Сейчас, правда, упадет, наверное, и Т2 ФН уже очень бодро настреливает. Крипы есть. Почему бы и нет? На топе сейчас трутся Team Spirit. Но им придется втягиваться. Да, выбора нет. Уже подходят под Т3. Либо, конечно, сами имперцы сейчас побегут их ловить. Тогда они будут разделены Team Spirit. У них не будет Вайда в файте. А это большая проблема, потому что чем контролить? Вот сейчас, может, поймают кого-то, кто будет подниматься на хайграунд. Ванскорн зацепили. Хороший фраг. До статик шторма это обязательно сделать. Не успели. Ну, у ЛТВ в БКБ, конечно. Чапи. Пошла Рафтура. Пошел калдаун. Ультаппарата. Чапи можно здесь убить. И минус Чапи. Это неплохо. Слушай, а вот это вот косяк огромный. Гостик ворвался в ЛТВ. БКБ, конечно, закончилось. Ничего не можешь сделать. ЛТВ тоже расстреляют. Слишком силен ФН уже. ФНГ еще стоит в Карапасах. И Бивер стоит в Карапасах. Ну, тут ловит Гостик. ФНГшку. Как будто он, не знаю, из бейсбола просто пришел. Укатывающиеся шары ловить. ФН слишком силен. Вот просто Патма это с руки разваливает настолько сильно, ты ничего сделать не можешь. Нам показывают дэмэдж. Патмы. Он там первое место занимает. Да, 3000 настрелял. 3000 урона настреляла Патма. И только начало. Уже Мьёльнер готов. Сейчас и Блэкинг Бар появится. ФН дальше будет стоять в файте и просто стрелять. А чем его контрить? Убери ванскора. Хорошо. Зафокусили Чапи. Тоже здорово. Но при этом потратили Раптуру, кэлдаун и все. С руки не может Блотсикер подраться с Патмой. Но вешает на себя Мьёльнер и стирает его в порошок. 10 тысяч у него преимущество. Вот он Айсберг. Уже с БКБ. И дальше фармить. Не отстает он по Нетворсу. Там какая-то тысячонка разницы. Это совсем немного, когда ты проигрываешь. 10 тысяч. Но эти 14,5 не смотрятся так, как 15500 у Айсберга. По наносимому урону в файтах. По полезности, в принципе. Ну ты знаешь, вот сейчас смотрел на этот файт и казалось бы, ну всё нормально. То есть хорошая позиция. Очень быстро убили двух героев с великолепными масс-ультами. Виномайнцера и Дизраптора. Ну а дальше... А дальше всё. Вайда прожат Мом. Он не может проюзать таймволк, уйти от Патмена. Его расстреливает. Хроносферы у него нет. Ну и как бы... Всё плохо становится. То есть им надо забирать Патму и Виномайнцера. Каким-то чудом. Я не знаю, каким. Надо забрать за хроносферу и кулдаун ультаппарата Патму и Виномайнцера. Забирают, выиграют файт 100%. Но как ты заберёшь их? Они сейчас очень толстые. Я думаю, с позиционкой у имперцев всё нормально. Они не будут подставляться двумя корами. Айсберг зарезал иллюзию. ЛТВ опять собирает Аганим сразу после Блэкингбара. Не знаю, чем он так влюблён в этот айтем. Я тоже не понимаю. Мне сейчас бабочка какая-то смотрится намного лучше. Мне кажется, что в прошлой игре Аганим чуть не привёл их к поражению. И если бы они проиграли эту игру, виноват был бы выбор артефактов. Мне кажется, бабочка против Патмы смотрится просто замечательно. Даже Сатаник против Виномайнцера. Разве что там уже есть МКБ, но МКБ там пока нет. Да нет, там МКБ... Так, Сикер в манту. Окей. Вот ты посмотри, как давно он купил. На 19-й минуте у него появился Радианс. И как туго после этого с фармом. Что ж он так... Ну ладно, может быть не купит. Может быть это у него просто, знаешь, список пожеланий. Как в Стиме. У тебя там 50 игр лежит, но ты их в жизни не купишь. У меня всё, что появляется в списке пожеланий, мне либо дарят. Но я правда мало туда что-то добавляю. Слушай, мне тоже надо начать стримить, чтобы мне дарили игры. Потому что у меня там 42 игры сейчас в списке пожеланий в Стиме. Я не знаю, что ты... Туплю. Может его куда-то опубликовать и сказать, люди, подарите мне игры. Под Новый год тогда осталось, вот до декабря подождать. Попрошайничать игр. Вот этим я ещё не занимался. Надо бы, надо бы. Появится Дед Мороз какой-то и надарит тебе игры. А у меня был когда-то друг в Стиме, который мне дарил игры реально на праздники, на Дерождение. Пошка! Заметили его, надо зацеплять ей сайланс, ей замедление. Сколько раз за эту серию Мипошка уже так умер? Не знаю, но Рошан-то забирают. Отступают, кстати, имперцы. Решили, что не стоит. А понимая Team Spirit, что не зря там находился Мипошка, он там стоял для какой-то цели. Для цели показать, что происходит. И не подпустить Team Spirit. Есть хроносфера по-прежнему. Гостика видно. Надо запрыгивать. Но вот там Чапи и ФН ходят. Их надо закрывать. А Роу прилетает рядом. Никому не спину. Ну, там бьют Рошана дальше. Сбилинку. Раптура пошла на ФН. А пошел Ладрайт. Согрелять. ФН надо, наверное, как-то выбежать отсюда. ФН. ФН стоит, пережидает Рапчер. ФН включает БКБ. Пошел экшен. ФН получает купол на голову. ФН очень больно. Но не хватит демджа, чтобы его убить. Потому что всю команду закрыл свою в купол. Вот оно. Вот он ультимейт Чапи. Много БКБ. Но хватит демджа сейчас, конечно же, у Гостика вместе с ФН. ФН выпрыгивается из бласта. Очень четко чувствует игру, конечно, на Ростислав. Какая-то драка. Прям вот, видите, ее четко показывает сейчас. Хорошо, что вы этого не видите. Я хочу стоять в хроносфере всегда, говорит Геррокоплер. И стоит там всегда. Но это единственный герой, который может наносить демдж после Раптуры и Блодрайта. И он всегда стоит в хроносфере. Как вы хотите выиграть этот файт? Я не понимаю. У Вайда... Ой, не поворачивается язык сказать. Но повернется. Отвратные хроносферы. Отвратные хроносферы. Отвратные хроносферы. Золотые купола это называется. Не золотые, они вот как раз таки... Ну, в кавычках золотые купола, да. Потому что, ну, у тебя один рейнджовый герой, который может нормально раздать хроносфер. Ты должен подстроиться под него. Ну, захвати на одного вражеского героя меньше в хроносферу, но при этом, чтобы Геррокоптер хотя бы по кому-то пострелял. А в итоге Геррокоптер либо сам пешком туда заходит. Вариант А. Тут винить некого сам. Кроме Геррокоптера. А вариант 2 на него ставится хроносфера. И он Black King Bar и весь свой флэг и так далее. И Барейдж стоит в этой хроносфере. И вот сейчас он собирает Аганим. И я хочу, чтобы имперцы закончили эту игру, если честно. Не гори, Витя. Все будет хорошо у тебя в жизни. Ты не переживай, главное. Я спокоен как удав. Не я проигрываю сейчас квалификацию, понимаешь? Я покомментирую и гранд-финал, я в нем побываю. А вот Team Spirit сейчас имеют большие шансы не побывать в гранд-финале. Ну да ладно, ну блин, парень с Тендин, ну что ты от него хочешь? Чтобы ему советовали... Не ставить куполам своих? Логично. Я понимаю, что он волнуется, потому что, возможно, это один из шансов попасть в профессиональную сцену. И это очень хороший шанс попасть. Хороший шанс, да. Когда-то Бульдог засветился за Нави, по-моему, с Тендином сыграл. Потом Турик один выиграл. Да, такой не особо важный, мало кому интересный. Но выиграл, да. Но выиграл. Старладер. Да. И еще один потом. Ну, главное Старладер. Да-да-да-да. Ну что, Мипошка побежал опять искать очередной сентри вард и умирать на нем. 25-й ФН. Покажите мне, пожалуйста, талант ФН. Талант ФН, покажите. Мой мальчик! Красава, Ростик. Вот шаричек, как играть в доту, понимаешь? Конечно. Уилл плейт. Шарит. Просто когда в драке... Так нет, здесь понятно три стрелы, бить некому. С руки больше никто не бьет, только Виноманцер. Тут не особо интересен липам. Да, ищи вот это отмазки. Самое главное создать вот этот экшен, когда ребята защищают, стоят на хэкграунде, а тут просто вот этот поток стрел летит, как будто ты против, не знаю, сборной эльфийской играешь. Так, сюда иди, а вряд ФНГ. Пошел Бладрайт. ФНГ не должен переживать это все. Да, ФНГ погибает без байбека. И потрачен Рапчер. Но БКБ протоколистик поражал. Ничего страшного. БКБ и Рапчер. Отбили Шрайн центральный. В КД из Бладрайт сейчас все выйдут. Ну вот Айсберг может, конечно, дефить крипов, не подпускать их. Глимсанули его назад, ставится Филд. Новые стрелы полетят. Вот они новые стрелы. Каждый сам до себя, пацаны. Это как уровень в ком-то цирк. Да-да-да. Отбегаем, отбегаем, все нормально. Платформер все играет. Чапи. Получил по голове котелком. Там, кстати, на пятой карте Минески против Фнатика в Минески Паджика решили взять. Я думаю, мы сегодня тоже Паджика увидим. Вертус про Паджика? Каждый раз, когда в Вертус про берут Паджика, все в мире начинают ждать, как Лил сейчас начнет на нем фейлить. У Лила было несколько совсем неудачных матчей в карьере на этом герое. Может, поэтому они больше его и не берут? Да, ну, он не пишется в игру команды Вертус про. Да нет, Паджик это такой хороший. Да я не помню, давно-давно они уже не брали. Полкода точно, может, больше. В неважных матчах могут побрать. Не-не-не, ну, тут как бы, напоминаю, в отличие от тех же Na'Vi, Вертус про не играет на первых двух минорах, поэтому им отобраться на дотапит обязательно. К тому же это очень комфортно, потому что с Гамбурга до сплита лететь удобно. Ты там с пересадкой в любом немецком городе, ты буквально за два часа добираешься, и никакой не акклиматизации, ничего, как бы, спокойно в Гамбурге. Закончится 29-го октября мажор, и уже через 4 дня начинается минор в Хорватии. Так что ты 30-го спокойненько улетаешь, и у тебя два дня в Хорватии, и ЛКВ. Ну и надо с ручки его убивать, думает, ставит ли купол Войт. В итоге не поставил купол, вот теперь поставил, нужен демочную бьет Мепошку. Бьет Мепошку, Мепошка умрет, конечно, а дальше надо уходить ему. Ай-яй-яй, Карамба, Войт. Прыгнул, получил стрелу, и тут же Веноманцер дает ультимайт, Войт без байбека. ФН на хайграунде, бьет Т4 просто ФН. Психанул что-то ФН на самом деле, он тут получает еще один сайланс. А у него Эггис, да, у него Эггис, поэтому он так и боковал на Т4. Но двух основных героев нет, отбиться здесь я не вижу никакой возможности. Ну и надо, главное, имперцам спокойно зайти на низ, стараться собрать хотя бы две стороны, а не одну. Ну, вот Чапи начинает это делать. Ну, конечно, нужна помощь от Кота. Полетели вот эти стрелы, между которыми нужно мансить. Костик в инвизе, Костик в инвизе, прыгает, Костик нашел ФНГ, ФНГ минус. Ну и получает он там Ай-класс. Костик, кстати, может быть и погибнет здесь, но это ничего, по сути дела, не меняет. Айсберг пока в Блэкинг Баре живет, ФН тоже нажимает ЛГБ. Не, слишком много дэнджа, слишком много дэнджа. Ну вот, я же говорю, Раптура кинулась, больше ничего нет. Вот он сделал байбэк, он даже сейчас вернется файт, а он ничего сделать не может, кроме Блэдрайта. Он пешим ходом драться не пойдет. Его там отравят и уничтожат. Ну, поймились, конечно, два основных героя. Прямо вот сейчас появляется Фестлес Файт, но две стороны, конечно, не отстроить. А, Илтв! С МГБшечкой, с лоу-граунда, минус. Ну вот и все. Вот теперь точно Гудгейм запрыгивает Мипошка в баш. Мипошка пытался подкопать и получает баш. Так, Гвоздик рядом тоже хотел сагрить, но не вышло. Не пишут Гудгейм пока TeamSpirit, на что-то надеется, хотя я тут особо надежд не вижу. Много крипов подходит к топу. Мы любим эту заезженную фразу о том, что шанс есть всегда. Хорошо. Шанс есть всегда. Вот тут Аганим хорошо заходит на Дизрапторе, мне нравится. Хроносфера по двоим ФНа зафокусить хоть разок бы пошла Раптура. И есть булыжник, ФН погибает. 90 секунд его не будет. И Чапит тоже отваливается в таверну. Гостик под статик штормом. Сагрил здесь Айсберг. Айсберга затащить. Шансы всегда, они сейчас все умрут здесь. Ну да, кстати, булыжник по двоим. Подкоп хороший. Айсберг пока еще живой, его бы зарубить, но не получается его зарубить. Айсберг до конца, трипл килл от Вайта и Мепошку тоже можно забрать. Да, есть танчик. Придет ли баш? Проходит баш, и Мепошка через Карапаса пытается уйти, но мне Мурна висит. Еще у него подкоп и подставляется под него Войт. Мепошку уходит в инвиз. Выжил, выжил, выжил. Хорошая драка от Спирита. Двух сторон, правда, нет над дефитом Т4. Придется посидеть в таверне у нас. Кстати, слушай, я не понял, от чего у нас в итоге погиб Айсберг. Кто его убил? Кто-то убил Айсберг. Кто-то убил Айсберг, да. А, Дизраптор. Дизраптор его убил. Понял, Тандерстрайком дотикало. А то он там дрался до конца, как Лев Львины, добивал Акса, а потом погиб. Все-таки Тандерстрайк доработал. Там не было никаких Шрайнов рядом. Все было от Пита уже очень давно. Из Пита все до дна было. Ну, 30 секунд, появятся все игроки Empire. Вот только такие хроносферы могли спасти эту игру. Закрыть FN-а, убить за хроносферу и потом разбираться. Потому что это, по-моему, первая хроносфера, за которую погиб FN. Во всех остальных там убивали каких-то саппортов, либо Виномансера, но оставался при этом FN живой и тратили все на этого Виномансера. Так нельзя выиграть. Гирокоптер собирается купить себе Мэл Шторм. К дефу Мека Крипов готов. Это просто лозунг. Есть ТП, вот на FN. Быстренько подпушит сейчас ботом. Вообще на топ надо смещаться. Ну, Крипов-то, конечно, можно и по ботому провести. Бабочка у него скоро будет. Вот Патма не собирает Аганим. Хотя на Патме Аганим-то как раз смотрится не так уж и плохо. Мипошка. Пошел искать 18-й. Тоже с Аганимчиком. Сможет всех подловить здесь Войд. А вот Войд Аганим-то круто. Претензий к Войду и его Аганиму вообще нет, потому что без Хроносферы здесь подраться нереально. И если у Хроносферы КД 60 секунд, это очень-очень здорово. Можно будет забирать через Хрона одну какую-нибудь цель. И пока ребята отступают, Хроносфера опять откатывается. Ленгдаггер появляется у Earth Spirit. А там вот Аганимчик, наверное, не помешал тоже. Аганим у аппарата. Ну, слушай, хорошие айтемы появились у Team Spirit. Аганимчик на аппарате может зарешать очень-очень сильно, потому что вырубить Рейгин на 18 секунд, если не ошибаюсь, это здорово. Ну что, ждем, пока имперцы соберутся и пойдут заканчивать эту игру. Ну, вот, конечно же, сыра Эгис. С этим будет немножечко попроще. Эгис в Уэфе на сыру Гостика и погнали. Задача у Чапи простая. Въехать, ультануть, а дальше разбирайтесь как хотите. Ну, забирайте все-таки Чапи. Я думал, отдадут Гостику, чтобы поживее был. Но, опять-таки, под ультом Прата еще завязывай этот сыр, правильно? Да, не факт, что он понадобится. Ну и сужает, сужает вот этот вот круг вокруг базы Spirit of Imperce. Скоро будут заходить. Да, уже подходит. Но есть храносфера. Надо быть очень аккуратными. Разок можно подставить Эфэ, но у него Эгис. Закопался Мипошка. Сейчас будет раздавать крапасы. Оп, подкоп мимо. И Мипошка отходит. Вардами можно осаждать. Даже не рискуя ничем. Чапи 25 уровня. Варды нормально. Кромсают вышку. Раптура. Чапи. Отлично сыграно. Ультанул, ультанул только нужно Чапи. Ультанул по одному. Но это уже важно. Там врата упадет, самое главное. Запрыгнул Айсберг. Запрыгнули на Айсберга, точнее, Гостик. Купал Ван Узра ужасно. Просто ужасно. Купал, конечно, по Мипошке и по Ванскору. Ей даже не хватит демджа, чтобы убить. Но Ванскора хватило за счет Баша. Илтв едва живой. Урнами его там хилят. Появится сейчас у нас под май. Будет этого Войда расстреливать. Да. Вот так вот. Минус Войд. Без байбека. Так же, как и Айсберг. Ну и... Гуд гейм. Well played. Team Spirit покидают квалификации на Дота. Пит занимает третье место. Ну, в их оправдание стоит сказать. Да, они играли квалификации эти без Фобоса. И без Фобоса выиграли у Na'Vi. И так уже неплохо. А вот Team Empire отправляется в гранд-финал. В очередной для себя гранд-финал квалификаций на миноры или мажоры. То есть... Ну, в очередной это у них будет второй. После квалификаций на StarLadder, где, напомним, они были в финале. А не, не было их в финале. На StarLadder в финале были Na'Vi Spirit 2-0. Дальше на PGL квалификациях в финале играли Na'Vi против Empire 2-1. Вот Na'Vi Empire. На Empire проиграли 2-1 квалу на минор-PGL. Ну, вот сейчас будет для них второй финал. Квалы будут играть они против Virtus.Pro. Вообще интересные у нас финалы. У нас были Na'Vi Spirit финал, Na'Vi Empire, Virtus.Pro Spirit и Virtus.Pro Empire сейчас будут. Только Na'Vi с Virtus.Pro еще не играли в финалах. Квал? Ну, может быть... Подожди, играли они где-то в финале квал? В финале квал? Нет, Na'Vi в AP не играли. Это был полуфинал на ESL. А, точно, точно. А потом на следующий день 3-0 Spirit и программа. Ну, вот так вот. Ну что, гранд-финал квалификаций нас скоро ждет. Здесь нам показывают 3-0-22. Бивер на Апаришине. Напомню, его команда проиграла. Хм.